В преддверии дня медицинского работника Центра медицинской профилактики запустил флешмоб беницины Югры. Мы вместе в студии главный врач Центра медицинской профилактики Алексей Александрович Молостов. Доброе утро! Доброе утро! Доброе утро! Алексей Александрович, давайте подробнее расскажем, что за флешмоб и кто в нем участвует. Мы начали наш флешмоб в поддержку медицинских работников, которые сейчас находятся на первом каю, на передовом каю по борьбе с коронавирусом, а также в поддержку всех медицинских работников, которые сейчас работают. Он заключается в следующем. У нас есть у многих хорошие фотографии, есть рисунки детские, есть видео по поздравлению медицинских работников. Вы можете размещать свои рисунки, работы, фотографии в соцсетях различных, то есть мы не оговариваем конкретно в соцсети. Самое главное это размещение хэштега медицины в игромном месте. Эти работы обязательно дойдут до медицинских работников с поздравлением. Но есть уже затравочка, есть уже посыл, есть уже тот материал, который собрали, к нему присоединились, к началу, так скажем, флешмоба, поэтому лучше смотреть, чем говорить. Давайте посмотрим на экран. Добра и счастья! Терпение и сила духа Ярких эмоций Высоких достижений Удовольствия от проделанных работ Благодарных пациентов Семейного благополучия Позитивных эмоций Крепкого здоровья И пусть ваши мечты сбываются Спасибо вам, мальчикам Семейного благополучия Расскажите о нем Набравшие наибольшее количество лайков Соответственно, в соцсети, в инстаграме департамента захоронения 20-го числа продолжается до 20-го голосования Уже открытое в аккаунте департамента захоронения И 21-го числа мы подводим итоги, награждаем победителей А сколько человек пройдут в отборочный этап? Ну, на сегодняшний день накапливается количество фотографий То есть уже более 100 участников То есть буквально каждый час число увеличивается Ну вот что интересно, да Вот только что мы с вами говорили, что врачи сейчас, да На передовой по 14, по 15, по 16 часов рабочий день Но соцсети действительно уже сейчас, да Просто кишат Они наполняются фотографиями врачей И врачи также призывают голосовать И хочется поставить лайк каждому при этом Рассказывают о себе, да То есть они находят время даже на это Но вот что будет оцениваться? Все-таки какая-то профессиональная его профессиональные навыки Либо все-таки креативность подхода Какие-то увлечения жизненные Ну, в первую очередь оценивать будут зрители То есть те, кто смотрят информацию о сотрудниках То есть те, кто смотрят фотографии То есть в первую очередь мы будем учитывать мнение Жителей, населения Также пользователей сети Да, и мы надеемся, что каждый лайк Это тот пациент, тот человек Которому тот или иной врач помог А если в общем количестве посчитать лайков Мне кажется, наберется огромное количество С творчеством в вашей работе, да В медицинской работе понятно Флешмоб, конкурс Но также мы знаем, что в начале июня Стартовал еще важное одно мероприятие Месячник детского травматизма Вот об этом расскажите, пожалуйста Месячник у нас проводится ежегодно То есть это некая форма работы Есть различные направления деятельности Это инфекционные заболевания Инфекционные заболевания Детский травматизм Начало каникул, как правило Приводит к определенному росту подъема Детского травматизма Мы с совместными финансовыми организациями Проводим этот месяц Для того, чтобы обратить внимание родителей В первую очередь На отдых их детей На безопасность этого отдыха На то, чтобы каникулы не обращались К какими-то печальными событиями Ну, куда можно Где можно задать свои вопросы Может быть, что-то то, что волнует родителей Из-за чего они переживают У нас есть несколько каналов для работы То есть первый, самый важный канал Это медицинские работники Ваши лечащие врачи В участковые педиатры Второй канал мы сейчас активно используем Сеть интернет Сайты медицинской организации Социальные сети Да, то есть Та же социальный паблик Послушатели Малой Грады В котором мы размещаем видео Комментарии, консультации Медицинских работников Компетентных именно в этих вопросах Алексей Александрович Спасибо вам огромное, что пришли Что рассказали С наступающим профессиональным праздником Ну и, конечно же, с наступающим Днем России Днем города Ханты-Вансийском И вас поздравляем Также желаем доброго, бодрого утра С гостем прощаемся С вами ждем все 2-2,5 минуты Дождитесь Субтитры сделал DimaTorzok